всем привет с вами данил в этом видео я расскажу и покажу на практике как с помощью программы art money можно редактировать и управлять графической полоской которая например может отображать здоровье главного героя я настоятельно рекомендую смотреть это видео от начала и до конца а не перематывать иначе вы рискуете промотать важную информацию и затем не понять что я буду делать в видео также для вашего удобства я расставлю удобные там коды в описании к видео чтобы вам было проще и быстрее находить нужную информацию в данном видео дорогой друг если тебе понравится это видео оцени его своим лайком но если не понравится то дизлайком подпишись на канал так ты поможешь в его развитии в данном видео я постараюсь показать один из способов которым можно добиться нужного результата так как подход к редактированию графической полоски в каждой игре будет свой все зависит от новизны и особенностей самой игры но сам принцип и алгоритм отбора будет похож сама программа art money это прежде всего инструмент который позволяет вам найти и редактировать нужные значения а не программа для взлома программа предоставляет вам разные способы настройки для поиска и отбора поэтому если ваша попытка найти нужные значения не удалось можно попробовать другие методы и настройки поиска первым делом хочу немного объяснить по какому принципу работает графическая полоска сразу хочу отметить что объяснять я буду для людей малоопытных в таких делах поэтому опишу все по простому чтоб хотя бы примерно было понятно что мы ищем и как это работает на самом деле все гораздо сложнее но простому человеку не обязательно быть программистом для того чтобы научиться редактировать графическую полоску в игре поняв как это работает вы уже сами сможете определить какой метод поиска и от сортировки вам подойдет лучше итак мы обычные игроки видим графическую полоску как обычную полосу которая при определенных обстоятельствах укорачивается или удлиняется но если разбираться то в коде игры прописано так что это самая полоска как бы разделена на множество кусочков даже если мы видим ее как сплошную полосу вот тут и заключается сложность так как сколько этих самых кусочков содержится в данной графической полоске знают только разработчики игры на сайте артмании есть готовая таблица с приблизительными параметрами для поиска она усредненная но ее можно использовать внося свои поправки теперь немного расскажу как буду искать нужный мне параметр отвечающий за графическую полоску в игре которая будет сегодня в этом видео это достаточно известная и уже старая игра gta san andreas при наблюдении за полоской хп и подметив насколько быстро уменьшается полоска здоровья у главного героя игры при получении урона я примерно определил что в ней содержится 100 условных кусочков но это весьма приблизительное значение для начала чтобы я мог от чего-то отталкиваться при поиске значений а не искал просто наугад хотя так тоже можно но метод отбора будет другой и более сложный теперь используя поиск методом отбора по диапазону значений я могу ввести цифры от 95 до 150 и в результатах поиска с большой долей вероятности окажется и нужное мне искомое значение немного путано сейчас звучит но я подробно и наглядно покажу дальше в видеоролике и думаю вы все поймете теория тоже здесь очень важна иначе вы просто не поймете какие значения и откуда я взял для видео ну что ж я думаю теорию я насколько смог вам рассказал если возникнут вопросы на которые вы не найдете ответы в данном видео задавайте их в комментарии я всем отвечу теперь я покажу наглядно как и что я делал первым делом запускаем нужную нам игру затем когда игра загрузилась сворачиваем ее сделать это можно разными способами я чаще всего пользуюсь клавиатурными сокращениями например alt tab иногда просто нажимаю клавишу windows на клавиатуре еще можно свернуть игру через диспетчер задач способов много и каким воспользоваться выбирать вам следующим шагом запускаем программу артмане обязательно от имени администратора далее нужно выбрать процесс с игрой нажимаем кнопку искать в открывшемся окне где надпись искать нужно выбрать диапазон значений там где надпись значения в первом окошке вводим число 95 во втором окошке вводим число 150 если вы не понимаете сейчас откуда я взял эти числа возможно вы промотали видео и вам нужно воспользоваться тайм-кодами которые есть в описании к видео и посмотреть видео сначала я все рассказал какие цифры и откуда я использую само собой у вас эти цифры могут и должны быть другие как я эти цифры подбираю и рассказал выше у вас могут быть свои методы подбора цифр а также вы можете указать в поиске практически универсальные цифры например от 0 до 65 тысяч пятьсот тридцати пяти и тогда вы с очень большой долей вероятности найдете свое искомое значение но нужно понимать что сам отбор может занять довольно длительное время далее вам нужно проследить чтобы там где надпись тип диапазон адресов и кратность адресов везде было выбрано значение все затем нажимаем окей программа просканировала игру и нашла определенное количество адресов где-то среди данных адресов сейчас есть и наш искомый адрес теперь нужно оставить программу можно свернуть ее и развернуть ранее свернутую игру наша задача в игре как-то изменить значение графической полоски добившись изменения обращаем внимание на соотношение изменений на графической полоски попросту говоря определяем сколько процентов здоровья у героя осталось у меня это примерно от 75 до 95 процентов где-то в пределах этих значений присутствует мое число но точно я его знать не могу я его не вижу поэтому в отсееве я тоже воспользуюсь диапазоном значения снова сворачиваем игру разворачиваем артмани и в окне программы нажимаем отсеять там где надпись искать выбираем диапазон значений в окошках вводим от 75 до 95 тип выставляем все нажимаем окей программа отсеяла некоторые адреса но их все еще много разворачиваем ранее свернутую игру и как в прошлый раз меняем значение полоски здоровья снова примерно определяем сколько осталось здоровья у персонажей игры у меня это примерно от 60 до 85 процентов сворачиваем игру и разворачиваем артмани нажимаем отсеять и все повторяем как прошлый раз только вводим новые значения у меня это от 60 до 85 нажимаем окей программа опять производит отсев но адресов остается все еще много продолжаем следующее действие выполнять необязательно оно нужно чтобы отсеять значения которые меняются разворачиваем свернутую игру и практически сразу ее сворачиваем сейчас мы сделаем отсев немного по другим параметрам попробуем отсеять значения которые изменились когда мы зашли в игру ведь наша графическая полоска при последнем заходе в игру никак не изменилась и логично было бы отсеять значения которые поменялись для того чтобы уменьшить количество адресов среди которых мы ищем выбираем искать неизвестное значение в поле значения выбираем не изменилось тип все нажимаем окей программа производит отсеивание разворачивая игру и снова меняю количество здоровья и примерно определяю сколько его осталось у меня это от 55 до 70 процентов сворачиваю игру разворачиваю art money нажимаю отсев поиск меняю на диапазон значений в окнах ввожу свои цифры от 55 до 70 нажимаю окей количество найденных адресов значительно сократилось но их все еще много повторяем снова зайдя в игру изменяем количество здоровья и примерно определяем сколько его осталось у меня это от 50 до 65 сворачиваем игру разворачиваем art money нажимаем отсев и в окнах ввожу свои цифры нажимаю окей количество адресов уменьшилось но все еще много еще раз повторяем процедуру разворачиваем игру меняем количество здоровья определяем сколько осталось у меня это от 45 до 55 сворачиваем игру разворачиваем art money нажимаем отсев и вводим свои цифры нажимаем окей теперь программа нашла всего 10 адресов снова все повторяю меняю количество здоровья примерно определяя сколько его сворачивая игру разворачиваю art money и в программе нажимаю отсев ввожу свои цифры у меня это от 30 до 50 и нажимаю ok программа нашла всего 4 адреса пробуем все повторить еще раз разворачиваем игру меняем здоровье сворачиваем игру разворачиваем программу делаем отсев у меня цифры от 15 до 40 и получаем 3 адреса переносим их в правое окно программы нажав зеленую стрелочку теперь пробуем заморозить значение чтобы в игре здоровье не менялась так как я не знаю какой из адресов отвечает за здоровье начну с самого верхнего чтобы заморозить значение нужно нажать правой кнопкой мышки по нужному значению и выбрать заморозить появится такой крестик который означает что это значение заморожен сворачиваем программу разворачиваем игру и проверяем результат как видим теперь при нанесении урона главному герою значение графической полоски стремится восстановиться до состояния когда она была заморожена также теперь вы можете менять количество здоровья вашего персонажа для этого сворачиваем игру разворачиваем артмане размораживаем ранее замороженное значение дважды кликаем по значению и вводим свои цифры какие именно нужно подбирать индивидуально но если предположить что полная графическая шкала это примерно 100 а у меня сейчас осталось 23 то я пробую менять значение на 100 снова замораживаем его свернув программу идем проверять результат зайдя в игру видим что значение здоровья увеличилась до 100 процентов и так как мы его заморозили теперь здоровье не уменьшается и вы фактически бессмертны но не нужно забывать что бессмертие ваше длится пока запущена программа артмане если вы закроете программу то снова станете простым смертным вот так можно редактировать графическую полоску в играх если тебе понравилось данное видео и оно оказалось для тебя полезным поставь ему лайк и подпишись на канал так ты поможешь моему каналу в его развитии всем удачи пока